друзья подписчики и гости канал за казан снова с вами и у нас сегодня очередное блюдо а готовить мы будем сегодня свинину соусе в казане на костре начинаем как уже неоднократно я говорил подавляющее большинство блюд которые готовятся в рамках нашего канала можно приготовить на кухне ну за редким исключением но у нас костровой формат и поэтому я для любителей особенно для любителей готовить на природе стараюсь адаптировать их блюда к этому формату ну и как всегда я озвучу ингредиенты которые мы будем сегодня использовать и применять прежде всего это мясо у меня свинина лук репчатый морковь перец целый сушеный перец горький перец болгарский сладкий много чеснока лавровый лист тимьян тмин перец черный молотый и перец красный острый молотый и еще винный уксус можно заменить обычным далее нам нужен будет соус и поэтому те кто готовит на кухне однозначно это блендер как я уже говорил костровой формат вдруг его у вас под рукой не окажется попробуем заменить его обычной толкушкой и начинаем мы с нарезки мяса нам нужны будут кусочки ну такие как для стейка толщиной только где-то сантиметр для стейка они нужны потолще поэтому вот эти вот скажем так не кандид в данном блюде мы убираем а вот кусочки оставляем мясо нарезано теперь каждый кусочек мы солим перчим прихлопываем переворачиваем и повторяем процедуру перекладываем мясо в емкость и оставляем до того момента когда она нам понадобится нарежем лук его мы режем перемен при приготовлении блюд из мяса я исхожу из принципа что лука много не бывает поэтому ну моем случае вот столько лук готов идем разжигать костер нарежем морковь я буду нарезать ее сначала кольцами толщиной где-то пол сантиметра а затем четверть кольцами и так все остальное морковь готова идем к костру на разожженную печь марусю устанавливаем казан и даем ему нагреться нарежем перец его я буду нарезать соломкой и затем еще пополам казан нагрелся наливаем масло которое забыл упомянуть при озвучивании ингредиентов разогретое масло загружаем мясо и обжариваем его до корочки с обеих сторон мясо с одной стороны обжаривать переворачиваем и так же его обжариваем с другой стороны это готово убираем загружаем лук буквально на минуту накрываем крышкой крышкой мы накрыли для того чтобы он быстрее выпустил влагу и она помогла нам отделить вот тут нагарчик от мяса который образовался теперь мы его вот так вот снимаем при помощи лука и обжариваем до полупрозрачности в этом можно сказать бульончики лук стал полупрозрачным загружаем морковь и обжариваем ее до мягкости вместе с луком перемешиваем измельчим чеснок мелкий вообще пополам но тут который покрупнее зубки части на 3 чеснок готов идем смотреть морковь и как видим морковь луком обжарились загружаем перец цвет здесь не принципиален и практически сразу же загружаем чеснок смотрите друзья я его намеренно нарезал крупно чтобы он не горел мы все равно все это будем измельчать поэтому таких крупных фракциях он вам не попадет пахнет великолепно но это мы еще специи не добавляли пробираем место чтобы здесь открылось масло и загружаем сюда кмин зерна я его растер хорошенечко где-то от чайной ложки в масле он сильнее даст свои ароматы накрываем это все кмин очень хорошо почитается со свининой она у нас как вы помните здесь присутствует я люблю острое поэтому четверть чайной ложки перца чили и где-то чайную ложку черного молотого перца перемешиваем добавляем сюда 3 штучки сушеного перца горького затем 4 штучки лаврового листа почему я озвучиваю количество мы потом будем все это извлекать чтобы не забыть чайную ложку винного уксуса можете добавить обычный выкладываем мясо выливаем бульончик и все это заливаем водой ну где-то так и через пять минут бульон попробуем на соль добавляем еще соли через минуту попробуем еще лично для меня достаточно продолжаем тушить до готовности мясо мясо приготовилась убираем теперь достаем перец помним да у нас было три штучки в принципе он большой незамеченным не останется и 4 штуки лавровых листа и теперь как я уже говорил в начале нашего видео можно использовать блендер но у нас же костровой формат поэтому используем толкушку которую потребляют применяет для картошки пюре теоретически это масса возможно но учитывая форму казана нет той плоскости на которой можно было бы это выдавить до конца то есть нужно извлечь этот соус и потом его измельчить поэтому все таки блендер соус сбили до состояния пюре теперь сюда загружаем одну чайную ложку тимьян перемешиваем и загружаем сюда мясо чтобы она погрузилась полностью накрываем крышкой и этом соусе еще где-то минут 75 мы это все протушим друзья вот такое блюдо у нас получилось друзья ну вот наше видео подходит концу самый приятный момент это дегустация пробуем ну мясо просто песня но просто ломается легким нажатием это очень-очень вкусно теперь отдельно попробуем соус очень интересно остренький получился поэтому кто не любит острого вы видели сколько я всего давлял но можно еще уменьшить красный молотый перец вот для меня вполне достаточно я остренькая и получилось великолепно поэтому еще раз повторяю это блюдо можно приготовить на кухне и наверное на кухне это было бы намного легче потому что блендеры все остальное ну блюдо зачетное если это видео вам понравилось пожалуйста ставьте лайки подписывайтесь делитесь видео с друзьями и пока пока